МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваш подвиг бессмертный. Сегодня в Гомельском районе после масштабной реставрации открыли помник загинувшим землякам. Могчимостью бороться без пандемии пошираются, и еще четыре лаборатории в регионе стали делать тесты на коронавирус. Учим особенности коронавирусной пневмонии и как себя сберегчи на пытание нашего корреспондента отказала урач-пульмонолог. А сейчас об этом и иншим больше подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старшиня Гомельского облвыконкама Геннадий Соловей сегодня повинчевал с днем перемоги у дельников Виолика Айчинной войны. С улыбком того, что подчас пандемии состарелые люди изъявляются наибольшую разливой категорией насельництва, в этом году традиционные встречи по месту жихарства ветеранов заменили на веншовании по телефоне. За мальгодину старшиня облвыконкама пагутаров с шастю удельниками Виолика Айчины. Фронтовики, партизаны и працавники тылу. Почас войны яны находилися у розных местах, алих обедновывая головная – яны наближали перемогу. Об заслугах гэтых людей можно мерковать по отриманных узнагородах. Ордены червоной зорки и Айчинной войны, медали за боевые заслуги и за перемогу над Германией. Неких обмежеванил по часе размогу нема. Геннадь Соловей цикавится справами, станом здоровья и проблемами, які необходно допомогши вырошить. И в заключении – щирое веншование со святом, якого у тымлигу без гэтых людей просто не было б. Я присоединяюсь с тем поздравлением, которые сегодня звучат, с наших телерадиовещательных каналов. И сегодня, конечно, в этот день замечательный, предверий. Мы желаем вам всего самого лучшего, потому что благодаря вам мы сегодня имеем вот такое светлое небо над нашей головой и спокойно можем работать. Парад протягивается. Ознашать день перемоги у гэтым годзе будут не так масштабны, однако внешние причины не повинны уплывать на каштовность моменту. Головные герои – ветераны, без свята не застанутся. Персональные парады проходят под в окнами их дому. Былый партизан Владимир Шкабарин вядя активное громадское житё. Сустракается с молодзю, наведывая городские святы. На жаль, сёль эта эпидемичная ситуация не дозволяя примать удел в аурочистостях. Гостей – ветеран сустракая для подъезда своего дома. Оркестр, военные песни, в живом выконании урочистый марш, а так само шмат веншаванил. Герой свята кажет, такого масштабу навод не шакал. Радости нет предела. Я и не ожидал такой встречи. Спасибо администрации и руководству Центрального района. Вот. Благодарен. Это будет вспоминать, я буду вспоминать до конца своих дней. Вот. Спасибо всем за то, что нас не забывают. Еще один удельник Великой Айчиной войны Иван Матаренко примал парад, стоячи на балконе своей квартиры. Такий формат веншавания выкликает эмоции не только у ветеранов, а и у выпадковых глядачов. В Беларуси протягивается реализация гульно-республиканского проекта по реконструкции военных помников. Не застался у Баку и гомельский филиал акционерного товарыства «Газпрам-Трансгаз-Беларусь». Сегодня у везцы рудня Теляшовская. После масштабной рестаурации врачисты открыли помники, какие мясовые жихары в 70-х годах минулого 100-го года взвели в память об загинувших земляках. На церемонии побывали наши корреспонденты. Сучасная везка рудня Теляшовская не вельми великая. Колька жихару усяго 186 человек. Але память об земляках, які загинули на фронтах, у партизанских отрадах, ці были расстреляны фажистами у самой везцы, тут беражливо заховують. Темболь, што у рудня яшэ засталіся люди, які пережили оккупацію, а потым адновляли господарку. З уліком таго, што переважная частка загинувших мушшыны, робіць гэта прышлось жаншынам і децям. Ми допомагали, ми шли вмісті з взрослими, пололи руками ячмень, кукурузу, бульбу, все, допомагали своїм родителям. А вот я в восьмому класі, в дев'ятому біла, так був такий закон, значить, а у вас вже, ви вже більші, вам по 15-16 годів, гадоў, надо ўже брать не мамі памагаць, а самостоятельно брать, участочок льна прапалуаць, выбрать його, ну, полнормы. Я так і делала, і другие делали. Помнік загинувшым землякам у рудні целяшоскай адкрылі ў 1976-м годі. На плітах імёны 116-ці чалавек з чатырох вёсак. Усі работы тады праводзіліся за кошт м'ясовый господаркі, з використаннім тагочасных матеріалів. Про 44 гады стала видавочна. Помнік патрабуя капітальнага рамонту. Спеціалісты філяла Гомельська ўправління магістральнага заправодав не толькі провіли масштабнае доброупарадкаванні, але і апарсавалі помнік с ўшасными матеріяламі. Узмасніли стэлы, на які з'явіліся расколіны, а так само замініли пліты з імёнами загинувшых. З адначасовым выправлінням помылок. 44 гады тому, нікаторые дадзіныя, напісалі неправільна. В ПАО «Газпром» существує программа «Монументы Победы». Она реалізується, как правило, 9 мая. Силами філялов «Газпром Трансгаз Беларусь», в частности, восстаналюються памятники. Программа действует на протяжении 6 лет. Этим самым ми оказываємо честь і дань уваження нашим предкам, які посвятили свою життя великій Побіде. Даріше за час реалізації проекта работнікі акціонерного товарыства «Газпром Трансгаз Беларусь» за власній сродкі прадприємства привіли ў парадок 75 помнікаў, які маюць дачынення до падзей великій Айчынной. Непасрэдна урудніці Ляшовськай фіналам проведзіных работ став мітэнг з уделом місовых жахароў. У многіх з їх під час вайны загінули родные, їх прозвіші нанесіны на пліты. Даріше напереды дні дня перамоги обслідували стан усіх вайсковых пахаванню, які знаходяться на території сельського савета. Правда, такі масштабні роботи, як урудніці Ляшовськай, там не спотребілися. Постоянна падзержувам парядок, чистоту. Каждую п'ятніцу ў нас, как положено, школа выходит після обеда, все смотрім, штоб було все в парядке, особенна перед праздниками, подкрашувам. Ну, требуецца какой-то ремонт косметичаскі, все проводзім. Олександр Суров, Ольга Коновалова, Йоген Макіенка, Телерадо, компания «Гомель». Для доследування на коронавірусу в Гомельській області запущені у роботу чатырай лабораторій. Про це розказав головний державний санітарний урач регіона Александр Тарасенка. Нові лабораторії функціонують на базі державних установах овыздоров'я. До цього тестіровання на ковіда-19 проводилося тільки у Гомельськім областнім центру гігієно-епідеміології і громадського здоров'я. Ухудкім часі у регіоні так само планується підклюшити яше дзвінологічній лабораторії. Нагадаєм, доследування на коронавірусну інфекцію виконуються тільки по призначенні урача. Не глядяши на прогрес науки і медицины, запалення легких лишиться особливо небезпечним захворюванням, як стагодзі тому, так і тяпер. Ігноровання симптомам пневмонії і не своєчасовий зворот до урача, погрожаю пацієнту фатальними вініками. Найбільш сурьозним ускладненням коронавірусной інфекції з'являється мінавіта гэтая хвороба. Тому проблема запалення легких зараз потрапує пільной уваги. Ті снують спеціфічні симптоми хвороби, учім особливості коронавірусной пневмонії, як себе збірахши на пытання відкаже пульмонолог Ірина Буйневич. Ізвісно, що пневмонія часто маскирується під самі разні недуги. Іноді пневмонію і віспалення легких можуть спутати ОРВІ. Существують якісь характерні симптоми, спеціфічні? Ну, що значить спутати? Спутати може, наверное, чоловік, який не зв'язаний з медициною, але йому це і не треба знати, собі. Безусловно, нет якісь спеціальних признаків і симптомів пневмонії. Нередко пневмонія починається, як ОРВІ. Але єдинственне, що ми збірахшаємо, на що внімання, протекання, течіння ОРВІ більше, допустим, 5 дні, температура, кашель – це вже симптоми, які опасні, так будемо говорити, красні флаги, можна сказати, пневмонії. Але особенне беспокійство викликає появлення одышки на цьому фоні. Коли возникають подобні симптоми, вже чоловіку можна насторожитися? Одышка, сильний кашель? Особенно в нашій епицитуції, як сейчас, у чоловік, у якого появляється приступообразний кашель на фоні лихорадки, появление одышки – це, безусловно, вже необхідність обращення к врачу за медицинською допомогу. А врач уже сам определит, які исследования потрібно провести для подтвердження или исключення пневмонії, є ли вообще здесь вероятність развития цього заболівання. Може ли пневмонія протекати бессимптомно? І почему? Ну, є таке понятие, вот у нас, коли ми говоримо, що пневмонія перенес пневмонію на ногах. І коли починаєш беззадовувати с пневмонією, мені говорять, ні, я вроде не болела, мені не було ніколи никакой пневмонії. А коли починаєш розумінняти, окажеться, да, був період недомогання, де-то недели-две було какое-то урви непонятне, лечился чем-то, як правило, навіть не можуть назвати, чим. Мужчины так точно не говорят, десь жена дает какие-то таблетки, я пропила таблетки, все вроде прошло. Ну, а в итоге, да, то есть, малосимптомное течение пневмонії, безусловно, возможно. Но говорить о бессимптомном течении, наверное, не приходится все-таки. Пневмонія, вызванная коронавирусом, имеет какие-то характерные особенности? Конечно, обязательно. Значит, мы ее называем классическими пневмониями, это пневмонии бактериальные, которые вызываются, в первую очередь, пневмококом. Ну, а коронавирусная пневмония, само название коронавирус, да, это вирус на этиологии, это не классическое течение пневмонии, конечно, не классическое поражение легких. Ну, и для вирусных пневмоний, в принципе, характерно двустороннее поражение и, так называемое, интерстициальное поражение легких. Не какой-то локальный, а все-таки разлитое поражение. Воспаление легких – это в первую очередь болезнь ослабленного иммунитета. Насколько это правда? Ну, конечно, просто так никогда пневмония не развивается. То есть в первую очередь страдают люди, как мы их называем, иммуно-скомпрометированные. Ну, а и всегда при развитии любой пневмонии мы всегда выясняем факторы, которые способствовали этому заболеванию, так называемый преморбидный фон. И, конечно же, наличие каких-то хронических заболеваний, возраст пациента, то есть пожилые люди прежде всего. Безусловно, конечно, да, есть какие-то сбои в системе иммунитета, которые позволяют развиваться этой инфекцией. Потому как легкие и вообще респираторные отделы – это стерильная среда, и там не должно быть никаких микробов, в том числе и вирусов. И если уже что-то проникает в респираторное дело, не просто так. То есть были к этому предпосылки. То есть обыкновенному среднестатистическому белорусу достаточно просто вести здоровый образ жизни, соблюдать социальную дистанцию? Абсолютно верно. То, что касается сегодняшней ситуации, это однозначно. Никаких других рекомендаций, я думаю, что не нужно. То есть специальные меры здесь никакие не подходят. Финансовыми сродками, доброй справой и теплым словом. В Беларуси протягивается марафон потребки медицинских работников. Пока лядны ведут боротьбу за житие, иншая в потребную хвилину готовая подставить плячо. Представницы Мазырского районного комитета Белорусского союза Жаншин передали важный подарунок на станцию «Худкой допомоги» – новые одноразовые костюмы обороны. И приемный додаток – наборы для чаепития. Может быть, кто-то помогает антисептиками, кто-то помогает средствами защиты, кто-то готовит кушать, кто-то помогает приехать на работу вовремя. Наша Мазырская районная общественная организация Белорусский союз Жанщин закупила противоэпидемические костюмы для нашей скорой помощи. Я надеюсь, что эти костюмы сделают работу наших мозырских медиков более безопасной, надежной. Между тем, допомогти врачам и медперсоналу может каждый из нас. Размова про элементарную самодисциплину, меры безопасности, дистанционирование и особистую гигиену. Высокородная справа сестры милосердности, як неколе актуальна и гонорового умова складана эпидемиологичной ситуации. Генеральный секретарь Белорусского товариства «Червоного крыжа» Вольга Мычко сострелася с супрацовниками медико-социальной службы «Допомога». Мета узнагородить коллег за их самоданную працу на передний Дня перемоги и Международного дня медицинской сестры. Узнагороды от Министерства ховы здоровья и подарунки от «Червоного крыжа» отримали жанщины нашего региона. Я ныне один десяток годов дорадь клопоты цепленю тем, кому это саправды потребно. Высокородное ушанование – уручение нагрудного знака выдатника ховы здоровья Республики Беларусь. Его отримала Алена Тимошенко. На самом деле это достойная награда. И в первую очередь я хочу сказать, что это награда не лично мне, а всему моему коллективу. Это и медицинские сестры милосердия, и младшие сестры милосердия, которые ежедневно приходят к своим больным одиноким старикам и оказывают им необходимую помощь. Сустреча отбылася у рамках рабочей поездки в Ольги Мычко у нашу в область. Май особливый для организации «Червоного крыжа» месяц. 8 мая мы отмечаем Международный день Красного Креста. 9 мая – это дата, которую объяснять не надо, которую мы чествуем. И на Гомельской земле у нас действительно много памятных мест, которые мы чтим. И 12 мая – это как раз тот день, когда мы отмечаем 200-летие со дня рождения Флоренс Найтингейл, знаменитой женщине, которая, по сути дела, открыла движение сестричества, движение сестер милосердия. Сегодня пришла, на жаль, сумная новина. На 74-м годе життя помер генеральный директор Гомельского цирка заслуженный дежкультуры Республики Беларусь Яков Лобович. Вядома, что еще вчера, 5 мая, он был на праце, а у 11 вечера его не стало. Смерть отбылася по причинах, не связанных с пандемией коронавируса. Яков Лобович узначаливал Гомельский цирк с 1982 года и был целиком отданной любимой працы. Сыход с життя талиновитого творчого человека – тяжкая, незаменная страта для усих. Память про Якова Михайловича, покинутый им след у развития циркового мастацтва, назавжды будзят люстрованы у сердцах его близких, сябровых коллег, усіх прихильников его таленту у истории сусветного циркового мастацтва. Такие слова разместил коллектив цирка на сайте установы. Телерадиокомпания Гомель выказывает самое щирое спочувание усім родным и близким Якова Лобовича. Натарусы Беларуси у мая будут консультовать бесплатно. Доброчинная акция стартует 8 числа. В этот день отримать консультацию натаруса можно во всех конторах и Бюро краины в ответственности с графиком их працы. Погутрыть со специалистом так само можно по телефону, або с допомогой мессенджерам. Далее, за 11 мая и до конца месяца натарусы протягнуть консультовать бесплатно. Але в отдаленном формате – по телефонах, або с выкористанием сродков видеосувязи. С графиками предоставления консультаций можно ознайомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты. Забарона на наведывание лесов денеже у двух районах Гомельской в области. Такая информация размешана на сайте Министерства лесной господарки. Ранее обижование денежили на всей территории региона. После выпадения опадков ситуация с лесными пожарами почала стабилизоваться, и регионы поступово вздымают забарону. Зараз наведывать лесные массивы нельга только в Лельшевским и Житковицким районах. Это и иншая новина информации о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Де-факто на телеканале Белару-4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Начнем выпуск с происшествий на дорогах. В Петриковском районе в результате наезда микроавтобуса погиб велосипедист. 65-летний мужчина скончался на месте. Это произошло на участке гравийной автодороги Мозырь-паромная переправа Петриков. Водитель автомобиля Volkswagen Crafter, совершив обгон грузовой машины, наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Травмы оказались смертельными. По предварительным данным, и водитель, и велосипедист не имели признаков алкогольного опьянения. Петриковским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Назначено проведение ряда экспертиз. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного ДТП. И обращаются к гражданам, у которых есть записи видеорегистраторов с места ДТП, обратиться в Петриковский районный отдел Следственного комитета. Велищая траектория движения автомобиля ВАЗ привлекла внимание экипажа ДПС на участке автодороги Гомель-Хутер. Водитель по требованию инспекторов не остановился. Началась погоня. Вот кадры преследования. Стиль вождения позволил экипажу ГАИ предположить, что за рулем автомобиля «Жигули» мог находиться нетрезвый водитель. Так оно и вышло. В процессе погони пассажиры попытались выпрыгнуть на ходу. Когда нарушитель оказался в тупике, он оставил машину и бросился на утек. Но убежать не удалось. Инспекторы оказались быстрее. В парах выдыхаемого водителем воздуха находилась одна промилля алкоголя. Кроме того, 26-летний нарушитель не имел права управления транспортным средством. И на его счету это уже повторное такое нарушение. Действием мужчины дается правовая оценка. Продолжаются рейды против нелегальных перевозчиков. Несмотря на введенный в Россию карантин, некоторые люди не прочь заработать. Гражданина страны соседки недавно остановили наши правоохранители. В салоне его машины они нашли партию сигарет без документов. Мужчина перевозил почти 3,5 тысячи упаковок табачных изделий. Приобрел он их в Белоруссии, а продать хотел у себя на родине в Злынковском районе Брянской области. Сигареты изъяты. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. За минувшие сутки в экосистемах региона не зафиксировано ни одного возгорания. Пожары регистрировались только в населенных пунктах. Так, в деревне Хуторянка Гомельского района груда обугленных бревен осталась от царая повреждена крыша и имущество внутри дома. Но пострадавших нет. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Что касается ситуации в экосистемах, то палы травы в Гомельской области пока прекратились. Улучшению ситуации способствует дождливая погода. А в Светлогорске этой ночью горел автомобиль. В 3.52 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Батова. Полыхал минивэн «Фольксваген Шаран». Спасатели сбили пламя, но повреждения значительные. Уничтожен салон иномарки, обгорел кузов, поврежден моторный отсек. Немного досталось и автомобилю БМВ, который находился рядом. Рассматриваем версию причины пожара – поджог. Проводится проверка. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» ушел в отпуск. В межсезонье игроки будут готовиться самостоятельно. Часть из них покинет или уже покинул состав «Рыси». И в нынешнем сезоне «Гомель» сохранил пятую строчку в турнирной таблице. На льду команда выглядела уверенно. Хоккейный клуб «Гомель» начинал минувший сезон со скандалов. Бывшие игроки добивались положенных им выплат через Федерацию. Долговая история легла на плечи генерального директора Алексея Скурковского, который пришел на смену Виталию Усовичу. Для себя новый руководитель сразу обозначил две задачи – разобраться с финансовыми вопросами и выстроить стратегию команды победителя. То, что планировалось, все получилось. И были закрыты ряд проблемных вопросов по предыдущему сезону. А там еще тянулся и позапрошлый сезон. То есть мы это все вопросы проблемные позакрывали. Ну, естественно, не без помощи руководства города и области и генерального спонсора. Экс-директор Жлобинского центра Олимпийского резерва на предсезонной встрече с болельщиками обозначил курс не только поднимать взрослый хоккей, но и развивать детский и юношеский. С этой целью Алексей Скурковский даже ездил в столицу России, где обсуждались перспективы сотрудничества в детском хоккее с представителями московского «Спартака». Первая часть у нас уже реализовывается. Я надеюсь, что никаких не будет сбоев. Это приезд в июле месяце на предсезонную подготовку команды хоккейного клуба «Спартак», который участвует в молодежной хоккейной лиге. Вторая часть договоренности, к сожалению, пока у нас не реализуется в связи с закрытием границ. Я думаю, что после разрешения ситуации и открытия границ мы обязательно продолжим совместную работу по развитию детского спорта и обмена опытом в части подготовки молодежных команд, в том числе и экстралиги. Задача в этом году перед клубом стояла такая – попасть в плей-офф и занять место не ниже пятого. Но команда эта получилась. Гомель завершил свое выступление только в седьмом матче 1-4 и финала Кубка Президента, уступив «Динамо» молодечно. И в этом заслуга Сергея Стасия. Главный тренер Гомера создал боеспособный коллектив из молодежи. Трое хоккеистов – Олег Кочеловский, Александр Скоринов и Насер Супхи – даже находились на просмотре в Минском «Динамо». Что порадовало? Молодежь проявила себя. Что тут говорить? Тут, наверное, никакого секрета нет. На самом деле, они проявили и быстро прогрессировали. Были у нас проблемы. Серия поражений в декабре. Справились с этим моментом. Психологически, наверное, больше была такая проблема. Можно занести сезон в зачет. В хоккейном сообществе ходили слухи, что Стас сможет возглавить молодежную сборную. Но сегодня известно, что с ним и его помощниками Дмитрием Овсяниковым и Алексеем Щеблановым продлены контракты. Однако в составе Гомеля изменения есть. Клуб покинули российские форварды Юрий Кокшаров, Сергей Тополь, Илья Серегин. А также защитник Михаил Прус и нападающий Александр Семочкин. Остальные игроки остаются в составе Гомеля. Команда выступила, я считаю, очень хорошо. Показала хороший хоккей, что показывает и зрители на трибунах. Это и заслуга от команды, что команда завела просто болельщиков на трибуны. И поддержка трибуны была просто колоссальная. Спасибо им за это. Планы в межсезонье стандартные. Форсировать подготовку к новому сезону не будут. Что касается усиления состава команды, то в клубе будут исходить из финансовых возможностей. Акцент сделают и на подготовку местной молодежи. Кроме того, планируется яд встречи с руководством области и спонсорами для обсуждения задач на сезон 2020-2021. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.